Осень, футбол, Гомель. Именно город над Сожем принимал Динамо в 21-м туре чемпионата. Поскольку время позволяло, мы устроили пешую прогулку по спокойным гомельским улицам. Между тем, местные жители советовали нам идти еще дальше, в парк. Везде в парк погулять можно. Мы даже не знаем, где мы сходим. В городской парк наш сходится. Румянский Роскевич. Примечательное место. Таким местом гомельчане могут гордиться. Официальное название – Дворцово-Парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей. Он здесь прожил. Румянцевых и Паскевич. Дача была. Он же питерский был. Да, он проживал в этом городе. Это его дача была. Мой прадедушка работал у него. Он проживал здесь. Территория парка огромна. И там есть на что посмотреть. В общем, не зря гомель называют культурной столицей. И люди здесь соответствующие. Красивые, вежливые и очень любезные. А еще здесь есть белки. Много в гомеле интересных архитектурных решений. Так что, если вы любите все такое красивое, добро пожаловать. Но только поездку стоит планировать заранее. Потому что обойти все за один день просто нереально. Один парк огромный. А я здесь уже хожу полдня. Да, это коммерческая тайна. Посмотрим во время матча. Сколько ждет людей. Энкорринг угадать невозможно. Стадион у гомеля, конечно, шикарный. Расстояние от поля до зрителя минимальное. Болельщики колоритные. Атмосфера отличная. За полчаса до матча на трибунах внезапно был замечен Брюно Зитом Банангой. И он тут же попал под наш опрос. Бруно, как дела? Мне хорошо. Слава Богу. Как оказался в гомеле? Специально приехал посмотреть на игру Минского Динамо? Да. Могу посмотреть команду Динамо. Ты следишь за выступлением нашего клуба в этом сезоне? Знаешь, что мы идем на первом месте? Да, я знаю. Я посмотрел. Последняя игра. А я думаю, команда сейчас хорошая. Я видел, что тебя тепло приветствовали наши футболисты. Генеральный директор Алим Селимов. Ты всех очень хорошо помнишь. Расскажи. Я был футболевкой на Димужу. Рассказывает Дирекуне. К сожалению, Бруно забыл немножко. Да, русский язык. Ему помогает Диана с переводом. Директор, если вы видите, что тебе об этом? Да, я знаю. Когда я играю здесь, на Динамо, есть игрок молодой. А сейчас он играет на первой команде. Это очень хорошо. Скажи, ты скучаешь по нашему клубу? Конечно. Честно? Да. Как поживает твой друг Пьер Эрик Абамиян? Да, он хороший игрок. Он очень-очень хороший. Ты его можешь привезти к нам на просмотр в Динамо? Я не знаю точно. Ты вот в Динамо провел очень много лет. Какой футболист тебе запомнился больше всего? Кто был твоим лучшим другом в Динамо? Лучшим другом, да. Я люблю Динамо, а у меня здесь много, потому что все, как мои все другие здесь. Кисляк, Стас, Саша, все есть много. Много других здесь на Динамо. Сергей Кисляк сейчас может оказаться в Минском Динамо. Есть такая маленькая возможность. Передай ему привет и пожелай ему, чтобы он пришел в наш клуб и помог нам стать чемпионами в этом году. Привет, Кисляк. Давай на Динамо. Ну и передай привет всем болельщикам нашего клуба. Они тебя помнят, уважают, любят. Да, привет всем. Скажи, только Динамо, только победа. Только Динамо победа. В общем, антураж у матча получился хороший. А вот с результатом у гомельской команды не все так красиво. Только 10 место в турнирной паблице. Динамо, наоборот, приехал в гости, выйдя на первое место. Собственная игра и подтвердила эту разницу между командами. Хотя итоговый счет 1-0, возможности для взятия ворот было достаточно. Очередные три очка в копилке и медальные разборки продолжаются.